В эфире программа «Новости дня» в студии Даниил Добрин. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. В Сорочинске простились социальным работникам. Женщина погибла от ожогов, которые получила во время взрыва. 35 тысяч кибератак во время электронного голосования. В стране подводят итоги выборов. 3 миллиона рублей, и мы решим ваши проблемы. Оренбурженку мошенники убедили взять кредит и почти продать квартиру. Более 2 миллиардов рублей. Такую сумму получит Оренбуржья на строительство и модернизацию объектов ЖКХ в пяти городах области. Бабье лето. Синоптики Оренбуржского областного гидромедцентра прогнозируют на этой неделе до плюс 28 градусов. 100 миллионов на ледовую арену. Звездные готовятся к открытию. Губернатор просит строителей ускориться в работе. Погибла, исполняя профессиональный долг. В Сорочинске простили с соцработником. По предварительным данным, в доме, где жил ее подопечный, взорвался газ. Соболезнования родным и близким выразили в региональном министерстве социального развития. Страшная трагедия произошла 2 сентября. В тот день 38-летняя сотрудница Бюро комплексного центра социального обслуживания населения Сорочинска должна была навестить своего 86-летнего подопечного. Когда женщина открыла дверь в дом, произошел взрыв. Предположительно, в помещении детонировал скопившийся газ. С ожогами женщину доставили в больницу сначала в Сорочинск, а потом в ожоговый центр Оренбурга. К сожалению, спасти пострадавшую не удалось. Организм не справился с большими поражениями тканей. 10 сентября Олеся Ибрагимова скончалась. У нее остались двое детей. В региональном министерстве социального развития выразили соболезнования родным и близким, а также сообщили, что семье будет оказана всесторонняя помощь. К другим темам. Минувшие выходные жители Оренбуржья выбирали 56 депутатов городских и сельских советов и двух глав поселков в Оренбургском районе. Всего выборы прошли в 11 городах и районах области. Два дня с 8 утра до 8 вечера в Оренбуржье работали 78 избирательных участков. Открытие участков сопровождалось исполнением государственного гимна. Казачий хор повышал патриотизм избирателей. Исполнение гимна стало новинкой минувшей избирательной кампании. В списках избирателей было около 90 тысяч человек. Однако своим правом голоса воспользовались лишь 16,5 тысяч человек. Явка оценивается на уровне чуть более 18%. Неженко и Горный Оренбургского района обрели новых глав. Было разыграно 56 мандатов депутатов районных, городских и сельских советов. Подавляющее большинство досталось представителям партии власти. В Нежинском сельсовете победу одержал кандидат в партии «Единая Россия» Османов Набий Бадырович. А в Горном сельсовете это кандидат, выдвигавшийся в порядке самого движения, Дробков Юрий Александрович. Из 56 распределяемых мандатов на выборах депутатов, 52 мандата у «Единой России», один мандат у ЛДПР, один у «Справедливой России» и два у самого движенца. Выборы прошли без нарушений. Замечания, поступавшие в участковые комиссии, оперативно разрешались в установленный законом срок, отметила председатель областной избирательной комиссии Евгения Иблева. При этом Министерство цифрового развития России насчитало более 35 тысяч кибератак во время выборов. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии. ДДОС-атаке подверглось дистанционное электронное голосование в стране. Так, например, за 9 и 10 сентября на выборах только в Москве ресурс подвергался атаке более 6 тысяч раз. Однако сорвать выборы не удалось. Ни одной успешной атаки не было, сообщили в ведомстве. Лже-прокурор со лже-банкиром обманули оренбургскую пенсионерку почти на 3 миллиона рублей. Мошенники оказались искусными психологами и сумели убедить жертву в необходимости проведения сомнительных финансовых операций. 62-летние женщины позвонили с подменного телефонного номера прокуратуры Оренбургской области. Пенсионерка поверила в то, что ее действительно хотят обмануть неизвестные, и поверила липовому прокурору и лже-сотруднику Центробанка. Жертву взяли в оборот. Звонки с рекомендациями шли ей каждый час. Оренбурженка не успела опомниться, как лишилась денег. Женщина раскрыла обман лишь когда аферисты настойчиво потребовали ее продать квартиру. Мне нужно было только прийти в банк, оформить эти деньги, взять эти деньги и положить в банкомат на другой счет. Кредитов я набрала на полтора миллиона, и еще полтора миллиона были денежные сбережения в банке. Это тоже было снято и тоже отправлено на неизвестные счета. В общей сложности получилось 2 миллиона 930 тысяч. Сообщается, что по карте проводится подозрительная операция, и для того, чтобы спасти денежные средства, необходимо их перевести на некий резервный или безопасный счет. Напомним, Банк России не рассылает письма гражданам, не рассылает СМС-сообщения, не работает по счетам физических лиц. При получении звонка от работников Центрального банка прервите разговор, позвоните по горячей линии Центрального банка по телефону 8 800 300 3000 и сообщите о мошенничестве. Полиция возбудила уголовное дело по статье мошенничества. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Однако шансов на то, что пенсионерка вернет деньги, немного. По статистике раскрывается лишь каждое пятое подобное преступление. И еще о мошенниках. Банк России выявил в Оренбуржье двух нелегальных кредиторов. Они незаконно оказывали услуги ломбарда. В список компаний с признаками нелегальной работы внесены комиссионный магазин «Ломбард 56» Бузулуки и «Ломбард Автозолото» из Медногорска. Данных компаний нет в государственном реестре. Их деятельность нелегальна, так что будьте осторожны. А мы продолжаем. Министр образования Оренбургской области провел лекцию для студентов. В рамках всероссийского марафона «Поделись своим знанием» он рассказал будущим профессионалам о создании парового двигателя. Что запомнится молодежи, узнаете далее. Пар поступает либо слева, либо справа. Там, где он отработал, он выходит в атмосферу. Все классно, все замечательно. А вот дальше начинаются интриги. Лекция министра образования Оренбургской области об эволюции правой машины захватывает студентов гуманитарно-технического техникума с первых минут. Но время на разговоры Алексей Пахомов не тратит. От теории к практике. Что, как ни эксперимент, даст понять, как сильно атмосфера воздействует на земные тела. На сцену выносят стальную бочку. Хлопок означает, что произошел взрыв вовнутрь. Бочка сжалась без лишних усилий. Это называют имплозией. Рассказывают слушателям. Студенты делятся. Пришли на лекцию точно не зря. Было интересно то, что узнал много про паровые двигатели и само создание всего этого парового. По физике это очень поможет, когда будем проходить тепловые двигатели, например. Лекция состоялась в рамках просветительского марафона Российского общества «Знания». Акция «Поделись своим знанием» направляет ребят, уверен лектор. Это же им будет надо, когда они будут смотреть внедрение тех или иных новых технологий, либо понимать, почему мы делаем так и не делаем иначе, откуда это пришло. Это не единственная лекция для оренбургских студентов. Акция позволит молодежи в деталях узнать и о других интересных фактах самых разных отраслей. А значит, стать еще ближе к будущей профессии. Елена Еремина, Андрей Булатов. Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся. Вот что вы увидите во второй части программы. Не переключайтесь. Более 2 миллиардов рублей. Такую сумму получит Оренбуржье на строительство и модернизацию объектов ЖКХ в пяти городах области. Бабье лето. Синоптики Оренбургского областного гидромедцентра прогнозируют на этой неделе до плюс 28 градусов. Сто миллионов на ледовую арену. Звездные готовятся к открытию. Губернатор просит строителей ускориться в работе. Это новости дня. Мы продолжаем. Оренбургская область получит более 2 миллиардов рублей на строительство и модернизацию объектов ЖКХ. Реализовать проекты по совершенствованию систем тепло- и водоснабжения планируют в пяти городах Оренбуржья. На данный момент региону одобрили финансирование. 13 заявок на получение займов для улучшения объектов ЖКХ. Модернизировать системы планируют в Оренбурге, Базулуке, Орске, Новотройске и Кувандыкском городском округе. Реализацию 24 проектов начнут уже в этом году, а завершат в 2023. Сумма всех затрат превышает 2,5 миллиарда рублей. Большая часть из которых федеральные средства Фонда национального благосостояния. Привлечение этих денег позволит ускорить модернизацию отрасли ЖКХ, включив в нее еще больше объектов. Также появится возможность сократить затраты на содержание коммунальных сетей, снизить их аварийность и повысить качество предоставляемых услуг, отметил глава региона. Кроме этого, в правительстве области сообщают, что к предстоящему отопительному сезону подготовлено 91% жилого фонда и 94% объектов социальной сферы. Заготовлено порядка 75 тысяч тонн резервного жидкого топлива для котельных и электростанций. В Ледовом дворце Звездной в Оренбурге продолжается масштабный ремонт. Ход строительных работ осмотрел глава региона. Денис Паслер также обсудил график работы с профильным министром и подрядчиками. Уже проложена новая сеть электроснабжения, завершен монтаж вентиляции и системы осушения. Смонтировано отопление, водоснабжение и канализация. Завершается отделка раздевалок, санузлов и душевых. Впервые Ледовому дворцу предусмотрели 100 миллионов рублей на капремонт. Как сказал Денис Паслер, это колоссальная сумма. Сегодня средства есть, а времени остается мало. Глава региона попросил строителей ускориться в работе, так как планировали открыть лед к декабрю и должны приложить максимум усилий, чтобы сроки не сдвинулись. Сейчас ребята тренируются в Расташах и Пригородном. Для улучшения условий тренировочного процесса воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва номер 4 правительство области выделило дополнительные деньги на покупку спортивного оборудования и инвентаря, закупку и монтаж двойных хоккейных бортов, мебели для раздевалок и сушилок. Цифровая информационная отрасль в Оренбурге развивается активнее. Создаются новые проекты, сельские территории оснащаются современным оборудованием, растет необходимость в молодых кадрах. Министр цифрового развития Денис Толпейкин рассказал журналистам о том, как проходит работа в сфере цифровизации на территории области. Утро понедельника началось с брифинга для средств массовой информации. В беседе с оренбургскими журналистами руководитель министерства обсуждает несколько вопросов. Первый из них – доступность мобильной связи. В данный момент на территории региона существуют десятки населенных пунктов, в которых качество сотовой связи оставляет желать лучшего. В результате жители деревень и сел не всегда имеют возможность использовать интернет, а также совершать телефонные звонки. Решить эти проблемы призвана программа устранения цифрового неравенства. Практически стопроцентной вероятностью до конца 2022 года планово до 1 декабря у нас будут запущены вышки мобильной связи в 46 из 59 населенных пунктов запланированных. И до 1 апреля еще 7 населенных пунктов также будут достроены. Следующий вопрос – использование портала госуслуги. Оренбургцам напоминают, этот сайт помогает оперативно узнавать о нововведениях в нашей стране. Для того, чтобы пользоваться приложением, необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Свой аккаунт нужно заполнить как можно большим количеством информации. Последней темой для обсуждения стало развитие цифрового образования в регионе. Денис Сталпекин отметил, что эта отрасль набирает все большую популярность. И, соответственно, растет интерес в новых кадрах. Начинается все со школьной скамьи. Ребята посещают уроки цифры и IT-смены в загородных лагерях, а студенты принимают участие в информационных проектах. Среди них хакатон и профессионалитет, а также создана программа «Киберполигон». С ее помощью студенты на практике смогут получить навыки по защите интернет-ресурсов. Благодаря такой подготовке молодежь Оренбуржья создает себе основу для будущего в отрасли цифрового развития. Селу Черный Отрог Саракташского района 195 лет. С юбилеем поздравил первый вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности области Сергей Балыкин. По традиции праздник наполнили выступления творческих коллективов. За многолетний добросовестный труд труженики села получают благодарственные письма. Село Черный Отрог находится в 80 километрах от Оренбурга. Образовано в 1827 году воронежцами, которые, будучи направлены на поселение Петропавловский округ Омской области, доехав до Оренбургского уезда, решили остаться здесь. Изюминкой села и местом притяжения туристов со всей страны стал историко-мемориальный музей Черномырдина и центр образования его имени. Село Черный Отрог – родина премьер-министра Виктора Степановича. 3 ноября 2010 года его не стало. Но на селе вспоминают, что когда Черномырдин приезжал в Черный Отрог, то обязательно приходил на родную улицу, берег Сакмары, встречался с земляками. Всегда с особым теплом отзывался о людях и родных местах. В 2021 году при поддержке правительства Оренбургской области здесь открылся музей Виктора Степановича, который вошел в программу национального туристического маршрута Оренбургской области «Горизонты открытий». Только с начала 2022 года здесь побывало более 25 тысяч оренбуржцев и гостей региона. Тематические площадки, праздничный концерт и знакомство с традициями разных наций. Таким запомнился День народов Оренбуржья. Торжество объединило более ста национальностей, проживающих на территории области. Наша съемочная группа посетила ежегодное праздничное мероприятие. День народов Оренбуржья! Шумно, весело, с любовью и уважением друг к другу. Горожане отпраздновали традиционное для нашей области мероприятие – День народов Оренбуржья. В национальной деревне объединились все – от мала до велика. Для гостей праздника работало более 20 тематических площадок. Здесь каждый мог познакомиться с национальной кухней, традиционными костюмами, литературой и обычаями народов, населяющих Оренбургскую землю. Наши ценности, ценности доброты, честности, семьи, любви, они объединяют много разных национальностей. Поэтому в этот прекрасный день, даже солнце выглянуло, хочется всех поздравить и пенсионеров, и ветеранов, и молодежь с этим чудесным праздником. С Днем народов Оренбуржья! Несмотря на холодную и ветреную погоду, культурный комплекс «Национальная деревня» был переполнен. Оренбуржцы водили хороводы, фотографировались с ростовыми куклами и смотрели концерт, где для горожан выступили лучшие творческие коллективы области. Стоит отметить, что еще одним праздничным поводом является 15-летие национальной деревни, первые подворья которого были открыты еще в 2007 году. А сейчас территория выступает одним из крупных парков города и местом для проведения масштабных мероприятий. Юлия Тюшевская, Алексей Назин, Новости дня. А теперь о погоде. На этой неделе в регионе ожидается долгожданное потепление. Однако местами синоптики прогнозируют дожди. На этом все. Напоминаю, еще больше новостей на нашем сайте орттв.ру. Присоединяйтесь и группам телеканалов в социальных сетях. Теперь и вы соавтором наших новостей. Если вы стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджеры ОРТ. Прямо сейчас номер на вашем экране. 8-900-87-852-6011. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.